В Якутске ловят нелегальных перевозчиков на операцию такси, которая стартовала в октябре. Вместе с сотрудниками ГИБДД и гостехнадзора вышла и наш корреспондент Марьяна Кутукова. Управление госоинспекции, майор полиции Кривошеев. Проверка в рамках операции такси. Сегодня этот хайс следует из Якутска в Вилюйск. Как признался водитель, у него есть все документы на перевозку пассажиров. Надежность межрайонного такси в салоне машины подтверждают и сами пассажиры. Но мы всегда знаем, что у этой такси всегда есть документы. Кто в межгород звонит в Вилюйске, тот всегда знает, что там водители самые опытные и самые безопасные водят. Однако знать все невозможно. Оказалось, что у самого опытного водителя просрочены документы на техосмотр, страховка пассажиров и путевой лист. Иногда у нас бывает. Столько проблем у нас. За багажью бегаю, за лестницей бегаю. То есть вы знали и посадили машину пассажиров? Вы все это знали и посадили? Можно просто посадить. Просроченные документы полбеды. Большое беспокойство вызывают нелегальные таксисты, у которых нет никакого разрешения. В республике с каждым годом растет количество ДТП с их участием, где погибают пассажиры, в том числе и дети. С начала текущего года это уже 95 погибших. Такой последний случай, как с участием таксиста нелегала, так скажем, 2 октября. Таксист на автомашине, микроавтобусе загрузил 13 человек и следовал из Амиконского района в сторону города Якутска. И в Татинском районе совершил опрокидывание. Машина, конечно, не соответствовала. Сейчас проводится проверка. Но, тем не менее, один ребенок у нас погиб в таком ДТП. По итогам 9 месяцев сотрудниками ГИБДД в сфере пассажирских перевозок выявлено более 140 правонарушений. Требуются у нас лицензии на разрешение, то есть на перевозку пассажиров и багажа легкового такси. Это у нас цитографическая схема по бокам автомобиля и шашки на крыше. Также у них должны быть квитанции, чеки у водителей, также информация о перевозчике и фирме, оказывающей услуги. То есть это могут быть и индивидуальные предприниматели. Для безопасности пассажиров Гостехнадзор сегодня ведет переговоры по сотрудничеству с приложениями «Максим и Индрайвер». Проверка нелегальных таксистов продлится до конца этого месяца, но борьба с ними не закончится. В настоящее время принимаются меры по ужесточению наказания, так как существующий штраф в размере 500 рублей по статье «Незаконное предпринимательство» не волнует ни одного нелегального таксиста.